здравствуйте дорогие садоводы мы уже очень много видеороликов делали о чесноке и все равно вопросов приходит огромное количество и чаще всего спрашивают почему желтеет чеснок причина этого явления бывает много и вот вы видите в этом году и моя грядка стоит вот такая желтая и сейчас я о причинах и расскажу ваша задача понять что же у вас за явление и в зависимости от этого выбрать меры борьбы чеснок в первую очередь желтеть может от заморозков вот в этом году у нас заморозки в нижегородской области были очень долго с 3 на 4 июня были заморозки и даже дальше были очень очень холодные ночи на грани где-то 0 минус 1 в мае чеснок уже достаточно большой он прорастает рано и вот было три дня очень морозных и ночью температура опускалась ниже 4 5 и даже в некоторых местах 6 градусов мороза и не был очень плотный и это как я уже сказала продолжалось три дня подряд с 14 на 15 из 15 на 16 и 16 на 17 число я веду себя дневник и вот это вот все записываю и вот эти росточки молоденькие чеснока они как раз попали под эти заморозки можно ли что-то сделать с этими обмерзшими кончиками вот они как раз и обмерзли и продолжают оставаться желтыми потому что ткани листа погибли да нет ничего с ними не сделаешь единственное если вы знаете что грядет заморозок и вы в это время находитесь на даче укройте просто свой чеснок до этого никто не делает чеснок зимостойкой и холодостойкой растения но почему бы его не укрыть вот тогда у него не пострадают кончики этих листьев если у вас и новые листья тоже начинают желтеть то причина уже в чем-то другом может быть это недостаток каких-то элементов питания в первую очередь это азота на бедных песчаных почвах чеснок страдает от недостатка азота и нужно вносить мочевину аммиачную селитру или настой навоза лучше всего это свежий кровяк внесли его полили и можно через недельку через две повторить эту процедуру дальше может пожелтение чеснока быть от недостатка калия это же калину можно вносить как с поливом так и опрыскиванием с поливом можно вносить гумат калия сульфат калия и опрыскивание можно вот если опрыскивать то чайная ложка на литр воды вот этого сульфата калия вы проходите обильно хорошо опрыскиваете все листочки третье тоже очень распространенной причина пожелтения чеснока это грибные заболевания они чаще всего поражают луковицу корневую систему и донцы возбудителей много и название этих грибных заболеваний много поэтому я перечислять их даже сейчас не буду но самые распространенные это фузариозная гниль и там и серый гниль и пенициллиновые бывает но многое да вот если у вас такой грибной заболеваний как вам определить что это именно эта причина вы выдерните ну самые скажем две больные луковицы которые самые желтые вот стоят с листьями да и осмотрите вот донцы корешки и покровные чешуи что там такое вы можете на них увидеть корни бывают очень очень плохо развиты иногда они такие вот мягкие подгнившие как бы да иногда на них бывают какие-то темные пятна донцы может про про продавливаться под вашим пальцем если вы на него нажимаете на покровных чешуях тоже бывают всевозможные пятна и темные и сизые и иногда бывает такой белесый пушок как будто плесень возникла да иногда вот луковицы снаружи выглядит вроде бы нормально но вы все равно что-то чувствуете не то вот разломите эту луковицу иногда бывает это гниль проникает вот через донцы внутрь и там начинается вот такая сизая пенициллиновая плесень уже между вот этими зубками что нужно делать но первое правило это конечно профилактика то есть когда вы готовите грядку для вот этого чеснока вы должны хорошенечко подготовить почву а именно по пролить ее какими-то фунгицидными препаратами я вам рассказывала о биологическом препарате трихоцин вот очень ли его люблю очень пользуюсь и вижу что он действует поэтому вот могу с чистой совестью его советовать что можно проливать трихоцином можно проливать препаратами максим и витарос это химические препараты и они уже искореняющего такого действия и если вы уже видите что у вас посадки ваши больны да когда у вас растение уже растут то вот ими тоже можно пользоваться дальше можно и медным купоросом пользоваться еще чего желтеет чеснок бывает это всевозможные заболевания именно на листочках но тогда желтеет скорее даже не кончики вот сами да а пожелтение такое носит характер каких-то вот полосочек таких бывают и черные какие-то пятнышки на них то есть вся поверхность листа на неравномерно окрашена и тоже в этом случае нужно применять фунгицидные препараты это уже тот же медный купорос хом оксихом скором можно пользоваться вот такими вот а в качестве профилактики опять же по здоровым листьям можно применять препараты аллерин и гомоир я вам уже о них рассказывала и вот эти препараты они для всех культур и предупреждают развитие заболеваний вот такие причины от пожелтение чеснока видите как их много как защитить как сделать чтобы в следующем году у вас чеснок не болел но в первую очередь как я уже сказал протравливать почву вторая забота это заранее подкормить азотными удобрениями можно делать это ранее весной чуть ли не по снегу вносить тот же навоз и и или мочевину да дальше вот калийные подкормки вообще никогда не помешают ну и профилактика аллерин с гомоиром по здоровым листьям опрыскивайте ваш чеснок вот тогда я надеюсь что пожелтение листьев и не будет